подождут для нас на второй матч я не знаю но пойдем в то что мы с вами матча они параллельно будут стремить холлэдерс сопротивляться каратство стартует и тим кинген этим комитетом ход они пролиста точечесо 10 минут сезон да я понял я просто играл про третий матч который через три часа и 11 минут но я ничего не знаю по этому поводу возможно ну кто то давай на середине где то подключимся если успеем если есть дата тв но вроде как есть билета собственно имеется так ладно шейка появляется для пятой пятом пика у нас сталкали шаг шейкер ластилер микрофс мощный такой пик на самом деле пугнутом не хватает против всего этого хотя полна здесь не очень будет работать потому что два жирных персонажей три жирных персонажа плюс микрофос да вот на него действует этот вард но все равно они там под хил и стиг и так далее это шарак вот лешака будет работать а это это суппорт лешака я так понимаю но скорее всего нет да спорт лешак где-то наверное со сталкером шейкер в офлайн кирилла стилер микрофос миддл сейчас посмотрим как раз таки если все таки гиры в миддл очень хочется посмотреть это противостояние потому что или дан вряд ли будет гирчим играть у него есть там свои определенные что-то серия разора сейчас возьмут но собственно сейчас герой для ритана остается дельтант пул не особо прям жесткий разор может честно это забавили вот я тоже хотел предложить только что хотя там шейкер тоже уже этот не особо смыться разор мне нравится разор сигнатурочка или данном как раз ну что посмотрим разор очень хорошо против лайфстилера зайдет естественно плюс или дан на нем поигрывает как мы знаем ну и конечно мы ждем дуэли топсона и найна на центральной линии гирокоптер против некровца если ничего не придумают с линиями и не будут как-то свапать но здесь другой стороны и те и другие могут свапать то есть цель сфт простая поставить гирыча против некровца и разора наверное против лайфстилера то есть сыграть агрессивно а никва может быть даже постоит в соло я бы не шел триплой бы против лайфстилера и шака и сталкера потому что ну не знаю мне кажется он слабее линия вроде толстый разор вроде толстый спиртбрейкер но там нюков больше не закидает ли тебя хотя тоже сильные нюки у дизораптора спиртбрейкер толстый с этих орбов ином будет разор будет высасывать дэмэдж я думаю пойдут с целью того что клокверка оставить против шейкера он должен неплохо постоять ну и опять же это тоже идея не очень на самом деле шейкер будет неплохо себя чувствовать а быстрый шейкер шейкер с быстрым деггером это из бесты с хорошим левелом потому что никто помешать не будет это куда сильнее чем блокер ну вот сейчас посмотрим как растает линия это дилемма сейчас и для той и другой команды опять же я думаю по дефолту пойдут ильдан не особо любитель стоять в сложных линиях сейчас мы по а нет никого уходят да в легкую линию и все это будет репла с аразором раз будем наблюдать как они будут я причем сразу пошел сражаться ильдан отправился вниз вместе с СТ пексу поставил варда гирч займет центральную позицию на самом деле фенские фамилии одних самых сложных для чтения для нас да особенно когда они там не коротенькие а какие-то супер длинные ну бывает бывает и типа легкие например там ласса урпалайнин не скажешь что слишком тяжелая матумбумен бывает неприятная да видим что пента судя по всему о чем-то догадывается и собирается как-то тоже похитрить с линиями под свапой да по ходу линии отправить вниз у нас буги стоять не знаю хорошая ли это идея потому что ну ладно ну вот сейчас выходит сейчас должны понимать что если никто не встретит что то что то здесь не так вообще три баунти руна достается помимо всего прочего начинать никто даже не ждал его будет высота уникальную сверху рунку хотя бы зайти посмотреть сталкер в ботинке мог побежать его там особо то никто и не цепанул скорее всего так куда оливер идет нет оливер пойдет на топ он просто помогает лишь акуб отблочить сталкер будет меди а вот тут как тут лайфстиллер мид против гирокоптера снизу шейкер против клокверка а сверху некрофос против как-то все не тут перемудрили шейкер против разорова так вот да но уже дистратор пошел на топ ну вот ожидаемо что лайфстиллер встанет против гирокоптера потому что лайфстиллер это как раз не ракеты ничего не боится у него есть рейдж и ему немножко еще помогают но то нет то они так и решили посмотрим как у нас будет гирокоптер может быть как раз он изменит свою раскачку и не будет ракету качать против этого стилера а покачает флагкэнон роман помогает причем роман пересел на суппорта да да ну не знаю оливер так не особо круто отыграл эти две карты я почему то не особо уверен в его лайфстиллере потому что у нас перед брекер предыдущую карту побегал у него слишком плохое движение было он как-то очень много загуливал посмотрим может быть он все таки на фере героя куда лучше смотрится на медиа на томпсона стан отлично сейчас еще будет молния томсона должны забирать отлично ну далеко зашел очень далеко тем временем на боковых линиях что у нас происходит клокверк в трипле и разор против шейкеров соло ну разор должен свою линию доминировать не то что в соло наверно там эрмен будет постоянно ромить дабл дэмэдж подбирает он сейчас может выйти опять на герокоптера под тавером там фарифайр баунтеруну заберет и может спину выйти на эллидана вот это будет неплохо ну я даже не знаю сейчас эллидан тут правда эллидан не дают схватить вот все схватил шейкера сейчас нюхову будет пытаться забирать и эрмен его будет с руки очень серьезно пробивать еще замедление от молнии получится ой 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 или дано заберет нет не успевает отлично 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 сыграли у нас ребята из пенты так пока что пента очень неплохо выглядит эрмен на суппорте заиграл новыми красками ну старые добрые суппортеры мэн не знаю как то после нави что то а после f5 после f5 f5 он круче смотрелся чем в нави ну да поэтому его в нави взяли как раз таки ну тут такой момент что в нави как то вообще в нави либо все хорошо смотрятся либо все очень плохо третьего не дано ну ладно генерал там смотрится всегда неплохо как правило ну и то раз на раз на топе да там стик есть еще два стика можно вообще на развороте попробовать вообще не дал не знаю почему динзей не дал нюк во первых он не дал void а найн мог попробовать вообще дес пульс дать и могли вообще спокойно попытаться убить никого но почему то они не решились это делать так тут пошла агрессия на топсона топсон сейчас будет молния еще стана не уворачивается ни от чего и могут его забрать там молния еще одна лишак очень много делает сейчас рм 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 третий почти четвертый уровень 600 монет еще может быстро выйти в какие-нибудь арканы себе для того чтобы было много маны всегда потому что маны естественно ему нужна пока что три ноль тысяча преимущества нет поменьше чем тысяча видим что шейкер конечно сильно несмотря на то что разор вот разору не хватило то что он вначале вокруг шейкера бегал если бы он сразу присосался то скорее всего он убил бы или шака и шейкера но из-за того что он долго бегал смогли забрать разору и все равно разор 21 на 8 против шейкера 8 на 0 шейкер ничего не может сделать разве что взять инвиз и прийти вот так вот отгородить гирокоптера и на это все его убить красиво топсон пока что показывает что гирокоптер романа был не так уж и плохо наглядно нам лишь роман может загулять его бы сейчас убить неплохо но он будет обходить между вторым и третьим тауэром и будет убегать туда на баунтеру а его там встретит Дензи но Дензи без маны через 15 секунд только будет мана на нет романа ходит человек подпольными путями боится что его как-то перехватит но его там сталкер был поэтому могли бы еще кого-то убить если кто-то пошел сюда если тот же разор сюда пришел могли бы вдвоем его там убить очень все хорошо лайфстиллером более-менее у некровца шейкер немножко страдает но насколько я понимаю левел там неплохое шейкера хотя разор конечно линию доминирует но если бы шейкер еще и разора доминировал линию это было бы совсем странно никва приходит на мид и что-то мне кажется что выходит сталкер стан сейчас будет замедление после этого всего но замедления отластиллера не будет поэтому так придется забирать сейчас будет молния еще через две секунды откроется и там Дензи забирает 5-0 пент впереди пока свт вообще ничего не делают потому что у них два суппорта статично стоят на топе они вообще не двигаются пытаются загонять некровца как раз таки там с с кем они там стояли с найсталкером это не вышло никого там убить и остальные линии очень сильно страдают вот только сталкер только разор выигрывает нижнюю линию очень хорошо просто чисто по фарму поэтому туда перетягивается некрофос и на месте разора просто на месте ледана становился бы на топ мид просто отдали страшно выходить уже на этот мид там с аркан ботинками сейчас будет эрмен у него полная мана скоро 4 ст подъезжал ой 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 ну не пробьет его поняли это сейчас сам кто-то умрет ст походу умрет сейчас так нападение на разора или дан уходит а вот ст вряд ли уже остались остается плохо как подходит но забираю будет скорее всего ой хороший страны из-за этого буги у нас умрет stalker приходит сюда еще там еще будет пульс не должен ходить закрывает и романа но рмн заканчивается батарея поэтому романа здесь нечем разминать 70 слушай я комментировал вчера похожую игру империя против желтых против navi да и там все как-то вот тоже вот так вот начиналось для шаг уже четвертый взял себе вторую молнию байтит сейчас на клокверка точнее на night stalker а два стана одновременно но не суть важно хотя нет не пробивают из-за этого и все-таки днз забирает крипы очень жестко раздают ст размочил счет взял хотя бы один фраг тем временем на миде лайфстиллер порвался на пексу есть еще инфест поэтому да мог бы в крипов залезть почувствовал какую-то опасность сейчас еще если ты будет забирать там разор приходит надо уже в крипов лезть наверное залезает крипов крипа надо оставить живых роман роман потерял свой стриг теряет он килинг спре на 3 живет там есть рейдж и уйдет конечно сюда коги но рейдж идут дальше идут прямо под вышку в разор вгрызает с лайфстиллер здесь же не кровь съесть коса в разора разор использую стики живет но все-таки роман его добивает своими молниями 10-3 экшен просто экшен и скорее всего 11-3 11-3 даблкил еще от романа только что он погибал но вот опять забрал два фрага красавчик властеллер через рейденс это оливер а вот так вот это black dragon airlines тот самый хотя не знаю сейчас уже не так круто смотрится учитывая что еще не такие сильные как раньше оливеру скажи да не он изменил свой билд у меня теперь в кигуая лежит передумал арблят стандарт армят снизу на найна не знаю если порцию должны те волосили уже здесь просто уходить над самим без каких-либо шансов потому что он даже кошраут не подрубал там еще 11 стиков там один стиков он был очень долго жил бы тем временем topson выходит в топ по крепстату он пока это все происходило в принципе свою задачу выполнили отвлечь внимание от топсона если такая задача была отхиливать наденную затопе да но тут пошла ракета воет ракет прилетела урона мало спирит брейкер бежит рано за очень много урона и отлично армена колебной деньзей умрет до присужает точно не пусть но красиво было красиво очень красиво да если бы они все ушли еще после то толстана армена то был бы совсем круто 14 так как дела у илюхи что у нас вообще у них есть выход старт был ее как-то он тормознулся чуть-чуть и идет честно четвертом месте было на творцом так оливера бьют башки работают оливер садится в катапульту да и из катапульта его выкурить будет слишком тяжело элидан конечно продолжает воровать урон маловато оливер сейчас посидит спокойно дождется когда откатит все с пылы можно вылезать вылезает все просто на рейдж и во вражеской укрепи вейл появляется у нас у некрофоса тем временем это очень хороший артефакт в такой ситуации и шейкер и даже найт сталкер и тем более лишь рак да у сталкера очень сильные нюки все таки 335 да под вейлом это тут фулл дамаж когда залетает это очень больно так сверху у нас 5-5 уровень пулят крипов очень хочет шестой книжечку кто-то из них ел уже так уже книжки то не видно а ты сейчас не посмотришь там есть индикатор но он работает только на нас с тобой а так как мы ни одной книги не купили в этой игре соответственно что-либо понять не получится к сожалению зачем это убрали раньше можно было посмотреть сколько киев кулдауница что там по вардам вообще происходит что вообще это нужно эта информация для стримеров очень полезно нужно но ее и убрали ее не просто нет ее просто убрали хотя в свое время была еще я напомню так сейчас посмотрим на никого выход снизу подри полива очень хорошо ну и товар сразу моментально я напомню раньше когда наводишь на fight recap на вот допустим я навожу на риппер можно было посмотреть сколько риппер нанес урона причем эту фишку ну нашли довольно поздно в общем то и не успели насладиться как следует как это убрали зачем это убрали зачем убрали из магазинов непонятно а я помню мы с тобой даже обсуждали эту тему то что как раз таки вот хочется открыть fight recap и посмотреть на ютуб общий дэмэдж а дэмэдж именно сколько со скилла было нанесено но это убрали причем я понимаю этого не было бы вообще это не ввели но это было это зачем то убрали в лешака садится сейчас она нес приду рейкер набегает спиртбрекер набегает спиртбрекер все видят здесь и клокверк отличные ворвались и лайфсиндерсав сделает телепорт бумаж ультимейт спиртбрекера там шрайн есть но и возвращает от шрайна он не успевает отхилится лично просто про превращает и под камбэч или у нас ребята из вот это на и налетает у него еще появляется вторая накидочка 700 золота получили хорошие фраги как-то слишком авантюр на лайфстиллер садился в лешака причем на вражеской половине но тем не менее все равно несмотря на то что казалось бы забрали двух героев три тысячи разрыв сохраняется в пользу пенты это немного необычно что герыч будет делать сделал барабаны сделал себе файзы ну что будет агоним я думаю что может быть но значительно позже значительно позже может быть но не сейчас влетает ракета в шейкера шейкер живет и теперь на развороте на топсона есть коса косу не использует косу в итоге на спиртбрекера забирает его найт сталкер впитывает урон полетела ракета но найн отхилился уже на полную минус найт сталкер минус спиртбрекер шейкер позиция очень битый гирокоптер страшно подходить приходит сюда клоппер есть ульта ульту и попадает лишь рака лишь рак сразу же включает все свои сплы чтобы максимум урон нанести вращают илью возвращают найна на эту это на рюк уже и найн найн живет фиссура но ракета летит и найн погибает правда или дано удается забрать и забирают также блок верка бесконечная драка на топе топсон конечно без хп не мог он до конца в эту драку вписаться но свои ракетки постоянно ставил чем очень сильно помогал ловят ловят гироча кажется гироч приехал до шрайна чуть не добежал не кроссом илюха на затем зайдет дальше остановился я не пошел испугался оливер ломает топ есть не медас есть у него почти фуловый армлет я хочет подъезд этого метрального крипа боится товар ломать и заработать очень много филипортов пришло так быстро люди не придут у вас тут уже трое могли бы все забрать шейкер с даггером это очень хорошо есть армлет у нас у лавселлера снизу на ст выход найн должны забирать минус ст и сверху тавр ну вот гораздо больше фрагов нету конечно героев которые могут получать какой-то бонус типа сайленсера там буджа или джин командор но все равно гораздо больше фрагов делают пента за счет этого они ведут сейчас 4000 сейчас небольшое преимущество хотя для 15 минут и это не так уж и мало но если сфт проиграют пару драг это преимущество может трансформироваться из небольшого очень серьезно например сейчас находит еще и дисраптора и забирают не на меди еще сейчас будут продолжать нет 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 снизу разор вгрызается в найна вот у нас тяжело шраут есть есть 8 стиков на развороте стики много урона или дано но помощи никакой нету пошла коса просто для того чтобы подцепить цепляют его но урона сталкер не побежал-то дальше боя испугался да испугался к локверка ех наверное правильно испугался там клокверк был клокверк не позволил подойти войд уже скастован но в итоге разор потратил все свои скиллы и в общем-то некрофос забрать никого не удалось некрофос выходит в радианс возможно кстати именно поэтому лайфстиллер передумал делать радианс и делает саблю интересное решение такое так ну а шейкер у нас пленк даггер и пытается получить свой 12 для второго ультимейта это цель номер один для него сейчас к мане бонус брать не стал наверное мы так хватает да у него первый тотем 170 и 30 200 и ульта ну да да маны с запасом учитывая что там солд ринг я бы сказал с огромным запасом эра мэн делает себе юл что для лешака достаточно стандартный атом билд вообще неплохие артефакты для суппорта мы видим что суппорта команды пента опережают очень серьезно сфт ну и как-то сфт немножечко прижимаются если на варды их надо прижимать пока могут что томпсон блокинг бар все таки первым этому не огоним ну честно говоря блокинг бар конечно это прикольно но опять же большие вопросы возникают с этим блокинг баром а не моно не маловато ли артефактов на разгон как бы он с этим блокинг баром и не остался на долгое время можно было бы другое что-то взять нужно было что-то на разгон взять раньше с энджиньяшу покупали москов мэднес сейчас берут все из москов мэднес формят это как раз артефакты которые можно ну потом и разобрать соответственно эти артефакты которые нужны будут геро коптеру валите это сатаник из мордит маски и соответственно код рестав выход на или дано снизу есть эхо слэм эхо слэм в или дано здесь перед брейкер но не успевает он ничем помочь или дано в секунду стирают да и на и даже не успел положить косу поэтому с рипером остались до ультимейта шейкера но с рипером ультимейт шейкера не так уж сильно нужен когда ты доминируешь и сам выбираешь когда драться ну в том плане что он нужен но сейчас никто не заставляет пенту лезть да ты делаешь вот такой вот очень жесткий фраг на вражеском керри и без керри соответственно команда драться не будет а пока он там посидит в таверне у тебя уже там половина ультимейт откроется ты там уйдешь потом после этого тавра знаю зря не дрались на такой минуте на 19 минуте вряд ли бы разор выкупался но они просто хотят на верочку все-таки там дисраптор ты начнешь отступать поздно дисраптор кого-то вернет а так на верочку вышку они не забрали но они практически и пробили учитывая что до этого они забирали разора и при этом все так перетянулись приготовились где в этой вышке соперники думаю получилось не так уж и плохо неплохое решение значит верно сон как раз уже играть ультимейт остается пожалуй хватит вот за эти игры хватит уже слишком рискованных решений уже хочется посмотреть как команда играют на верочку так вот аккуратненько рассчитывая свои силы к тому же еще для пуша здесь ульшака первый диаболик даже не вкачан ему для драки такой скилл билд подходит идеально а вот для тимфайта а для пуша таверов не очень сейчас вот второй там третий диаболик будет поинтереснее днз очень аккуратно облетает и уходит отсюда и на день раз очень красивый мув видел тоже со спирит брейкером связанный как раз ластиллером ластиллер знает по вардам что на него бежит спирит брейкер соответственно там тоже много всяких разных героев что погангать вопрос делать телепорт на другую линию там садится в героя и прилетает на эту же линию на товар в западню прикольно прикольно вот и считание контратакой приняли но ребята думали что сейчас товар пропошим быстро что тут нет ластиллер он улетел на другую линию а он уже опять здесь так тут садится в катапульту не знают лучше было вражескую тогда уже все правда вражеская умерла скорее всего есть диаболик первого уровня потихоньку начинают подпушивать вышку все-таки какая-никакая помощь это западня первого уровня катапульта вот еще а нет все правильно все правильно он взял вражескую катапульту я извиняюсь он красавчик я почему-то не обратил внимание до дайровская как а то тогда вообще не смотрел в две катапульты залезли в одну залезли другая основная своя собственная 7000 преимущества сфт вообще как-то очень аккуратненько пушат поэтому до сих пор стоит почти все вышки кроме одной у радиантов ну и пента сабелькой life-sealer shaker скоро 12 уже есть ультимейт можно врываться могут ловить если радианса не хватает на некрофосе для полного счастья радианс на некрофосе и опять радианс лежал у нас у ластилера но он поменял его на изолятор может у него там где-то в рекомендованных лежит где-то он сам себе положил как доте можно делать сделал этот гайд и постоянно появляется у него ну нет вот парк не хватает с пентера между вторым и третьим тавром вот как раз таки который сейчас хотели сбить у нас ребята из сфт поставили ста сандре лишь рак тем временем с помощью своего ультимейта тратит много маны конечно но забирают эти стаки которые возможно для гирочи делались и вот теперь вопрос о том не останется ли гирокоптер с одной лишь только с одним лишь только блокинг бармен как никогда актуален правда рмн вообще без хп ему после этого надо отсюда уходить забрали все и тп томсон на топе минус томса сейчас будет моментально очень хорошие провели шейкеры вгрызаются шейкеры заберут конечно но это шейкер потратил эхо слэм его можно отдать учитывая что он забрал кэрри гирокоптер размен в плюс восемь тысяч преимуществ очень хороший размен у гирочи просто нету фарма никакого один блокинг бар не сильно решает что у илюхи илюша яша и тоже блокинг бар делает выход ну хотя бы после яши идентичные артефакты что у гирокоптера там плюс яши да днз за ним выехали но спиртбрекер спиртбрекер все еще его видит может взять разгон чувствует что что-то здесь не так да приходит здесь пексу смотрит на эншентов а эншентов то уже нету и топсон явно этому не рад у него до сих пор нету блокинг бара не то чтобы блокинг бара больше ничего все еще нет блокинг бара блокинг бар конечно вот в момент когда блокинг бар появится получить серьезное усиление спиртбрекер бежит ст уверен в этом закрывают night stalker конечно night stalker убьют ст нужно уходить сам заканчивается можем давать косу есть разгон живя отпустит да отпускают отличная игра теста забрал night stalker растянул всех соперников и еще и ушел отсюда тем временем рейдинг почти готов у них ровсы нужно его дофармить как можно быстрее и бкб готова у topson также или дано скоро бкб посмотрим нужно дофармить сейчас без драк эти блокинг бары и потом попытаться принять бой что ну 6 7 7 7 8 тысяч не такое большое преимущество и при блокинг барах можно спокойно подраться когда у тебя будет их 2 на герокоптере и на разоре потому что там очень много магии не будет действовать и можно как-то попытаться драку хорошо провести да я согласен с бкб шками это преимущество но не так будет сильно чувствоваться и как раз вот бкб я бы даже сказал что с бкб нужно прям сразу выходить и навязывать бой потому что если они просто соберут и будут носить там уже начнут появляться такие артефакты но что эти бкб можно будет раскаетить может быть какие-то просто доверь два блокин бара готовых тебя не вот лоб лопать и драться тебя будут пытаться подловить по одному ты где-то загуляешь давайте вроде блокин бара тут у тебя на голову падает шейкер ты не успеваешь отвязать этот блокин бар во вторых теле дам в команде вот и с этого начинай друг вот они выходят но здесь тоже смоки и сейчас кто кого кто первый шейкер реакция успевает неплохо раскастоваться и разора стирают до black king пара также играетесь раптера да именно это и произошло или танк всегда его приключение с бкб топсон влетает топс начинает раздавать урон пошла коса забирают клокверка на начинает отхиливаться и топсона по моему через бкб сидят минус 5 вот тебе лишь бежишь 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 первый бежишь на в жестком успехе видишь героя из тебя только что появился из смока вышел просто он вышел из макану кликнет и сразу блоки на более шейкер и крыша шайфанулся даже назад назад и потом только принял решение что надо прыгать ох ох тара татах в итоге бкб щечка не зарешала топсон прожал или там не прожал дисраптор тоже кривовато свой ультимейт поставил и после того по моему как лайфстиллер нажал рейдж можно рошан эти 20 15 секунд есть без клокверка наверно вряд ли драться будут потому что нет никакой мощной инициации допустим такой драки точно не будут там бкб нет у гирокоптера сейчас просто в легком нокдауне находится у нас сфт они проигрывают уже 12 тысяч и и топсон решает купить аганим на гирокоптере без урона я не знаю нам не хватает знаешь какого-то человека вот я прям чувствую что он не хватает какой-то вот хотя бы там может быть не за 9 еще человек чтобы хоть один кто-то на сказал вы не понимаете аганим нужен для того то и для того то я реально не понимаю как без урона артефакт за 4 200 можно купить ну я тоже в эту на самом деле не понимаю понимаю там каким-то ну уж пятым шестым слотом ладно куда не шло он когда у тебя есть хотя бы один дэмэдж и там когда у тебя вот она предыдущей игре это еще мы оправдаем там есть магнус да вот он дает тебе этом 60 процентов твоего там белого урона но у тебя хотя бы какой-то дэмэдж есть здесь у тебя дэмэдж вообще никого нету здесь у тебя 190 дэмэджа ты соберешь это гоним у тебя будет 200 дэмэджа и ну ты будешь бить да у тебя будет там где-то 2 атаки 2 атаки в секунду но это все равно не то тебе нужен именно дэмэдж жесткий ты лучше чтоб тебя была одна атака в секунду но она была очень мощная ты мог сделать фокус потому что тебя две атаки в секунду они не вылетают по одной цели они тебя вылетает 1 у тебя так и вылетает в цель 2 атака вылетает рандомно есть понедельник или в цель то это было бы другое дело ждем следующую смог атаку проблема в том что на самом деле сейчас даже и этого аганима нет то есть возможно наши все рассуждения они напрасны потому что у него просто ничего не успеет появиться дешак выходит смог смог тут же разбиться перед брейкер побежал опять или там ничего не нажал все попадают в стан ну все-таки должны нажимать бкб до нажимают два героя клопверк залетел закрыл для ширака все-таки съедают дисраптер life стилер он нужно спасаться но лайфстилер есть аегис он может немножко кого с утром этим накрыть надо ли дано сейчас накрывать или дано до лета на герокоптер без ранее слон кого уже там они все знаком положение стояли три героя без байбека герокоптер с байбеком надо укупаться пытаться защищать этот мидл ультимейта нет откидываться нечем подойти сейчас вообще не может и поэтому наверное мидл будет падать глиф есть глифа нету глифа нету дезолятор есть сюда по дезолятор сейчас очень быстро ну куда вы идете зачем вы бежите по 4 4 раз барыки смесите и уйдите ну буки их просто похоронил в этот раз и или дан не успел и топсон причем они попали сразу под стан и попал что самое неприятное топсон еще и без байбек умер после байбек попал еще и дисраптер обычно в такой ситуации дисраптер ставит сразу свой ультимейт и шейкер не может продлить стан но дисраптера зацепила по моему причем не ультом а тотемом и потом еще и топсон стоял и топсон сразу нажал бкб а вот или дан симптоматично то что или дан даже не сразу потом нажал бкб еще секунду где-то бегал без минус две стороны 23000 преимущества и казалось бы сфт являлись фаворитами в этой серии но вот третья игра первые две мне вообще не понравились особенно 2 но вот третья игра все абсолютно по делу пента ведут поднимается перед брейкера в отдых что еще на развороте и это сейчас просто мне кажется добьют и ну и что поражал и что поражал блокинг бары идет 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 что толку хотят хотят бил кого-то собирают лишь рака гошраут подкил минус элидан 64 секунды 24000 гэгэ пишет элидан мне не нравится как илюха это серию отыграл вопрос мне нравится начиная даже с первой игры где он играл на некрофосе да они и хоть и победили но все равно очень много фидела отдавался некачественная игра была некачественная победа была от сфт да согласен тогда полностью с тобой согласен и как следствие победа пенты ну кажется мы определились какой матч мы будем смотреть третьим сегодня это скорее всего будет игра сфт я думаю что все таки коллектив наиболее интересен хотя еще посмотрим да да и посмотрим на илюху еще хочется посмотреть что есть да но прежде чем мы будем смотреть третью игру нам нужно ворваться на вторую игру и это кингвин против тухо я не знаю начать